привет дорогие подписчики и зрители канала меня зовут артур мы продолжаем проходить скайрим в последней серии мы завершили поход в местный крипт как он называется кстати говоря древний кайрон и теперь нам вместе с фаркасом или фаркасом я так точно не знаю как его зовут нужно отправляться обратно в айтран в нашу гильдию соратников потому что предмет у нас уже получен кстати говоря где он явно не лопата вот он обломок вутрат это обломок топора какого-то легендарного а мы тем временем проявили себя с лучшей стороны кроме того обнаружили что в данной гильдии обитаются вервольфы и это круто потому что вервольфы судя по всему никаких особых штрафов не имеют то есть как вампиры на которых в случае заражения вампиризмом начинают все нападать здесь с этим проще когда хочешь превращаешься к а не хочешь не превращаешься хотя точно я не знаю я сам еще ни разу не был вампиром просто маленько по рассказам но тем не менее все что-то чё бы совсем не пуганный какой-то олененок так ну и пора проходить мимо сейчас мы пройдем мимо стоянки гигантов тут обидает гиганты с мамонтами постараемся их не побеспокоить они наверно там дрыхнут все так блин и шо с вами такое олени уйдите с дороги чё пристаёте ко мне и в принципе вон на горизонте уже наш вайтран наш дом можно сказать потому что там у нас уже есть и собственная хата и звание тана почетная и кроме того там у нас есть работа блин до чего красивые местные пейзажи до чего круто сделал на северное сияние и тому подобное очень круто все луна так вообще просто гигантских размеров гиганты не спят гиганты гуляют мутят свое гиганты идем кует рано интересно где моя лошадь вот что меня беспокоит потому что последний раз когда я видел она убегала но бегает она насколько я понял когда у нее мало жизни надеюсь моя или не погибла надеюсь она сейчас стоит в стоиле иначе просто это будет очень печально обыдно будет обыдно так ладно сколько можно идти какое-то жутковатое болотистое место с туманом прям сален хилл туман кстати говоря объемный прям как валан веке там это конечно очень сильно напрягало систему hxbox притормажив хотя консоли как правило это стабильным фреймрейтом но когда там было много тумана там прям чувствовалось приседание из-за этого игра даже шла не в ht разрешения 540 и что ли или даже меньше или 400 короче вообще позорно какое-то было разрешение но в принципе это было незаметно игра выглядела очень неплохо лошадки лошадки моей тут нет это печально надо сказать так фаркас ты где фаркас фаркас понимаешь и нам кстати говоря нужно продать кучу всякого мусора мы там мечи серебряные набрали хотя они конечно и пишут что м хороши против нежити но урон что то совсем позорный кстати говоря наверно надо зарядить клинок наш у нас по моему еще один камень остался вот примерно вот этим маленьким вообще как мне сказали заряжать камни душ можно с помощью заклинания захват души по моему что ты там тенишься с помощью заклинания когда у противника осталось мало жизни то заклинание надо на нем использовать ну когда помните там сдаюсь сдаюсь кричат или что подобное короче говоря вот такие дела а так только если найдешь заряженный камень душ а так как у нас два магических артефакта это меч и лук то нужно эту вещь где-то найти и прокачать так что возможно я сейчас схожу к придворному магу возможно у него есть такое заклинание оно бы нам пригодилось но сначала мы пойдем во первых поспим во вторых сдадим квест я не пойму почему вы тут до сих пор тусуете я же вашего главного буграта уже порубал в мелкий фарш на ломке как говорится и вроде как вы по идее должны были уйти но чет не уходите ну дала так женщина ты где опять книжки читаешь да да ладно я посплю пока поспим пять часов пока не светет вот где-то в десять шесть тебе там да и в принципе пойдемте сейчас пойдем к кузнечихе продадим ей наши мечи а если не хватит денег сходим к ее папашки и отдадим ему все на что не хватило денег у нее если хочешь чего прикупить я не говорю клинки шлемы так оружие необходимые кирку оставим будем копать верни колоть руду так хорошо сейчас наваримся сразу все восемь продадим и в принципе стрел тоже вот эти тайны не нужны у меня и так стрел хватает нордские стрелы они получше были то даже если не получше ты весь день работаешь на кузне приходится если я хочу когда-нибудь сравняться в мастерстве с юрландом серой гривой к слову я только что закончила свое лучшее изделие я выковала меч для ярла балгарфа старших это сюрприз даже не знаю примет ли он его но но слушай тебе не трудно отнести этот меч моему отцу провентуса виничи он управитель приярли он найдет момент чтобы преподнести подарок а дочка то мажорством не отличается да несмотря на то что папа ее приярли работает она тут с тяжелым кузнечным трудом впахивает уважаю обязательно сделают и нам все равно там к магу надо сходить спасибо да пожалуйста если что понадобится загляни в магазин сейчас мы туда сходим отдадим меч постараемся если будет купить это заклинание это война такая же глупость как вражда с кланом серыми а потом уже пойдем к соратникам смотри-ка меня уважают теперь еще и за то что я с соратниками икшаюсь хорошо а ты преодолел урок смерти ох когда ж ты заткнешься то может тебя убить нет это будет конечно совсем уже беспределом лично меня он не оскорблял ну что-то блин срёт и срёт в коментах как говорится что за человек такой вот так и посмотрим кстати говоря что за меч Может, не у себя оставить, всех обмануть. Может, он очень хорош. Но я не думаю, что он лучше моего меча. Я вот все-таки очень хороший клинок нашел, надо отметить. Он мне очень нравится. Это катана. Не знаю, что она делает, конечно, в нордском поселении. У меня, кстати, давно уже новый уровень. Я его что-то все не вкачиваю. Да, двуручный меч. Двуручный мне точно не нужен. Так, а как тебя приближать? А, вот так можно повертеть. Круто, че. Ну ладно. Хозяева. От наших вашему. Держи. Я служу управителем у Ярла Балгруфа. Я хочу передать тебе этот меч. От твоей дочери. От Адрианы? Да. А, это должно быть оружие для Ярла. Бедная девочка так старается проявить себя. Я преподнесу его Балгруфу, когда он будет в настроении. Спасибо. Пожалуйста, возьмите деньги в награду за услугу. Двадцать золотых. Какой ты все-таки, блин, скряга, а? Надеюсь, тебе понравится в Драконьем Пределе. Это же ужас какой-то. Двадцать золотых долг. Че я ему? Какой-то посыльный, что ли? Фаренгар. Ты в Драконьем Пределе, чтобы поболтать о войне, подобно прочим, великим воинам. Что это есть? Нет, цветки нам не нужны. Нам нужна... Вот. Вот она. Вот она. Магия моей мечты. Теперь надо научиться и пользоваться способностей. Советую посетить коллегию магов Минтерхолк. У меня не очень хорошие способности. Так, подожди. Уходим. Никто ничего не видел. Так, все, пошли к нам в гильдию. Отчитаемся. Посмотрим, что да как. Вон наш дом, как перевернутая лодка. Хочет не... Чуть не скалоперзнулся. Ну, сказал вот так, гладко. Я тенавижу. Так, а ты уже прям тут принимаешь, да, у нас крыль? Мы ждали твоего возвращения. А мне-то что за дело? Держи язык, свежая кровь. А то что? Пойдем со мной. Интересно, это больно, нет? Становиться. Убрытнем. В погонах. Братья и сестры по кругу. Сегодня мы приветствуем новую душу в нашем братстве. Этот муж был испытан, бросил вызов и показал свою доблесть. Кто поднимет свой голос за него? Я свидетельствую храбрость этой души. Поднимешь ли ты свой щит в его защиту? Я прикрою ему спину, и целому миру не победить нас. Обнажишь ли ты меч в его честь? Он готов вкусить кровь его врагов. А поднимешь ли ты кубок в его честь? Я запою победный гимн, когда в праздничном зале будут говорить о его славе. Тогда круг решил. В его сердце пылают ярость и отвага, объединявшие соратников с незапамятных времен. Пусть наши сердца забьются в унизон. Игорное эхо многократно усилит биение и устрашатся наши враги. Да будет так! Офигенно! Что ж, мальчик, теперь ты один из нас. Надеюсь, ты не подведешь. Так. Это верно, что соратники в Север Вольфе? Я вижу, что некоторые тайны открылись тебе до назначенного времени. Неважно. Да, это так. Но не все соратники таковы. Кровь зверя течет только в жилах членов круга. Некоторым это нравится больше, чем другим. А ты как к этому относишься? Видишь, я старею. Мой разум обращается к небесам, к Сонгарду. Я тревожусь о том, что после смерти Шор не призовет к себе зверя, как призвал бы истинного нордского воина. Души тех, кто жил в образе зверей, ближе повелителю Даэдра Херсину. Многие предпочтут вечность в его охотничьих угодьях. Но я мечтаю о Сонгарде. Смотри-ка. Философ. Ты хочешь излечиться? Да, но это непросто. Но тебе не следует вникать в тревоги старого воина. Сегодня мы славим твою храбрость. И поговори с Йорлундом, если тебе нужно оружие получше, чем что там у тебя. Я не уверен, что у него есть оружие получше, чем что там у меня. Иногда мне снятся туманы Сонгарда. Потому что свое оружие я нашел в разнообразных заброшенных криптах. И оно очень хорошее, по идее-то. Ну да ладно. Так, надо все-таки уровень поднять. Это уже переходит все рамки. Сколько я уже хожу с неподнятым уровнем. Я думаю, мне нужно прокачать. Что мне нужно прокачать? Давайте магию. Для небольшого баланса. Так, тяжелая не нужна, блокирования нет. Одноручная хорошо, стрельба неплохо. Легкая броня. Со скрытностью у меня вообще хорошо. Со взломом может. Так, подожди. На это у меня пока не хватает. Ладно, тут пока нечего делать в скрытности. В принципе, я уже могу тут скачать. Скрытность стрелковую. Вот. Вот. Вот это нам нужно. Трое больше урона. Охренеть. Офигенно. Я знаю. Так, ну че, ни у кого из вас нет для меня. Да ты уже задрала, блин, бухтить. Вот и его у нас хороший. Ты не поможешь мне научиться лучше стрелять из лука? Молодца. Мы потратим на это, я думаю, все деньги. Вот так вот. Круто. И в принципе, ты можешь мне что-то предложить? Скорее, вайтране просят нашей помощи. Похоже, что к ним в дом залез какой-то хищник. И нужно выгнать эту тварь. Я возьму за эту работу. Берегись. Звери гораздо более непредсказуемы, чем люди. Убей эту тварь быстро. Посмотрим, как получится. Так, мне опять показывают сюда, но я думаю, нам все-таки будет выгоднее пройти сюда. Я знаю нашу историю почти так же хорошо, как и. Кому там в дом вломилась тварь? Так, подожди. Вот наш главный квест. На него мы сейчас и пойдем. В доме, где живет ход. В городе Ривервуд. А ты говоришь, вайтране. Обманывают. Что-то лошадка-то похожа наше все. Это печально. Потому что я когда проходил мимо стоила, ее там так и не было. Так, сейчас я сложу все драконьи кости, которые забыл сложить, когда тут ночевал. Хотя мне сказали, что из них, в принципе, можно сделать тяжелую броню, которая мне совершенно не нужна. Легкая ты из них не сделаешь. Но, тем не менее, пусть лежат. У меня обязательно, в принципе, денег хватает. Так, оружие. Тут все хорошо. Одежда. Золото это я, блин, не продал, конечно. Так, драконь. Я не хочу его использовать, я хочу его складировать. Хорошо. В принципе, ладно. Пойдемте в ривер вот. Сгоняем. Причем без быстрого перемещения. Потому что ненавижу быстрое перемещение. Да что вы тут высматриваете? Вы все равно уже денег не получите. Главное-то, ваше все того. Все так. И мы узнали, что от заболевания, в общем, от способности Вера Вольфа можно излечиться. Это очень сложно, но это можно сделать. Хотя я не думаю, что мне это понадобится. Если я стану Вер Вольфом, то это будет круто, по-моему. Это, как говорится, будет мой последний аргумент. Если, вообще-то, я на скрытной же весь прокачан, но у меня с ближним боем не очень все хорошо. Если меня начнут убивать, я превращусь в здоровую, потную, вонючую зверюгу и порву их в клочья. Да, я такой. Блин, вот когда выходишь в открытый мир, оно, конечно, с Фрапсом грузится где-то секунд 40. Это прискорбно. Так, ну что, где моя лошадка? Тут нет. Нет лошадки? Лошадка, все. Это... Это печально. У меня даже денег на новые нет. Давайте у извозчика попробуем. Сколько у меня денег-то? Я все потратил. Ну, блин, только начал привязываться к этой лошадке. Ты отвезешь меня в Ривер? Подвезти. Ну, куда едем? Забудь. Ладно, не своих двоих. Возможно, что найдем по дороге, скажем, дракончик. Это будет круто. Работать, негры. Солнце еще высоко. Чувачка, пусто как-то. Ветер холодный. Заморозки посевы побьют. Вот как чувствую. Идти, в принципе, очень близко. Что за зверь там завелся? Это, конечно, интересный вопрос. И где-то вот тут в последний раз мы встречались с дракошей. Медоварня. Таня продает мед и медовуху. Это хорошо. Только мне сейчас не нужно. Кстати говоря, давайте что-нибудь сожрем. Неизвестный. Он, кстати, прах берет. Давайте его скушаем. Это же вкусно. А, это необходимо для задания. Понятно. Чуть прах человека не сожрал. Ну, ладно. Мне, кстати говоря, его надо отнести где-то здесь, именно вот в этой области. Но это мы на обратном пути сделаем. Я думаю. Блин, без лошади-то плохо. Я уж привык. Давай, чтобы побыстрее победил. Не знаю, на мой взгляд, когда пользуешься быстрыми перемещениями. Какой-то дух приключения просто исчезает. Вы кто такие? Гражданский. Я тебя предупреждаю. Здесь вершатся государственные дела. Уходи. Ну-ка, постой. Гражданский. Я тебя предупреждаю. Здесь вершатся. Я не знаю, знаешь, кого ты из истинных сыновей дочерейская Рима. Скажи им, пусть идут венхели. Бульфрик, буревестник хочет идти. Понятно. Здесь мелкие разборки между империей и, как их там, предвестниками буря. Ну, в общем, короче говоря, террористами. Вот видите? Такое событие чуть не пропустили. Это, между тем, для понимания того, как устроен этот мир очень полезно. Да, уйди. Блин, надо какой-нибудь похуже меч себе найти для таких вот тварей. Или нет? Да, в принципе, ладно. Так, кстати говоря, маги. Люди, по-моему. Нет. Это тоже не то. Тоже. А, мы же еще книгу не прочитали. Подождите. Захват душ. Так, теперь. Блин. Да шо ж я... Ах. Что-то я парюсь с управлением. Опять не играл пару дней. Вы думаете, наверное, я безостановочно снимаю серии. Нет, это не так. У меня достаточно мало времени на это все уходит. Так. Оно, наверное, в иллюзии. Нет. В разрушении? Нет. В колдовстве? Да. В колдовстве. В избранное. И теперь давайте как это делается. Так, захват душ. Поставим на левую руку. Хорошо. Будем знать. Так, тихо. Это что такое? Алло. Так, у меня там игра почему-то вылетела. Где-то вон там. Но тем не менее, я загрузился по новой и воспользовался быстрым перемещением, потому что по новой все это идти не хотелось. А тут наша лошадка. Прикиньте, лошадка наша жива. Или, как я по тебе, не то что соскучился. Короче говоря, так, давайте-ка по новой прочитаем эту книгу, потому что у меня же все сбросилось. и теперь по новой поставим ее в избранное. Итак, захват душ. Хорошо. Теперь давайте смотреть, какой именно дом у нас тут. Так, во-первых, запишемся, чтобы еще раз не произошло такой глупости. И секундочку. Так, о чем-то мы. Нам нужно провести зачистку этого дома. Не от тебя ли, як? Давайте посмотрим, что у нас. Давайте запишемся, кстати говоря. Мало ли что. Будем надеяться, там не очень страшная тварь. Надеюсь, ты не собирался. Но ни хрена себе. Вот это подход. А то есть до этого вы тут жили мирно, да? Ни хрена вы жили. Сражайся достойно или умри достойно. А, на соблезуб, как я вижу, уже не так страшно мне. Вот, ну ни фига себе, да? Ладно. Так, давайте-ка мы съедим клык соблезуба. Ммм, вкусный клык. Понятно. Таким образом, тут познаются полезные способы предметов. я не думаю, конечно, мы его съели, мы его просто... Интересно, как теперь запоют толпанцы, когда с них сбили спец. Ладно. Лошадка? Куда опять? А, вот ты, моя лошадка. Хорошо, возвращаемся в Вайтран. Кстати говоря, здесь вон тот, по-моему, лучник. Его можно взять в напарники. Что-то не так? Мне он не нужен, я сам лучник. Так, секунду. Ох, ладно, что-то меня, короче, время сегодня поджимает, поэтому мы давайте-ка по-быстрому туда переместимся. Не могу сказать, что меня это радует, но на сегодня мы закончим и следующую серию будем снимать уже потом. Ну, вы не заметите, как обычно. Как это у нас бывает. Смотри, как бы на хищника похож шлем. Такой шлем наденешь и станешь натуральным хищником. Еще бы сверху две таких предаточных челюсти было бы. Было бы вообще прикольно. Нужно что-то? Ничто не нужно. Как меня эта сопля достала. Все, и не слава богу. по-де-серой гривой в обливиум провалились. Распутались братьями бури. Кто получит вас? Так, идем на штаб квартиру. Не похвастаемся своими успехами. Саблезуба убили. Зубы его сожрали. С хрустом. С аппетитом. Ну что, принимай. Саблезуб больше не представляет опасности. Тварь мертва. Умит 150. Хорошо. Иди. Так, ну что, я думаю, на этом мы завершим эту серию. Продолжим продвигаться дальше по сюжету. Наверное, в следующей серии мы таки пойдем к седобородам. Хотя сначала исследуем. Возможно, нам тут еще дадут что-то интересное. Посмотрим. Но все это мы увидим в следующих сериях. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok